Меня сняли с Блэк Раши с админки за какой-то там фигни. Как я долго админал на Блэк Раш. Летва, слышь там, связи еще не поменялись, давай-ка мне на Лайф Раш админочку пятого уровня, чтобы четенько все было. Как стать админом? Можно перевод я был админом на Блэк Раши? Матрешка, РП, третий левел, поставь админом на Лайф Раши. А можно на главную админку? Привет, сегодня ты узнаешь, что такое админка в КРМП Мобайл. Как стать админом? Что может админ первого уровня? Начнем мы, пожалуй, с самой должности администратора. Это человек, который перестает быть обычным игроком и начинает следить за другими игроками. Он может видеть все, что вы делаете. Поэтому не шалите, господа. И в этом видео мы посмотрим админку первого уровня на проекте Лайф Раши. Вот что бывает, когда с веща переходишь на Ютуб. Авторизовался под админку, какой-то баг, почему-то 10 левел пишет. Вот так выглядит скин старшего администратора четвертого плюс уровня. Вот так выглядят скины младшего админ состава. Если вы девушка, то для вас есть эксклюзивный админский скин. Что же может первый левел? Пропишем команду ахелп. О, не, ну все, тут теперь все пацаны в классе будут завидовать. Хоть я и первый уровень, но команд больше, чем достаточно, чтобы начать захватывать этот сервер. Но на первое время лучше, конечно, понаблюдать, как админинят другие, посмотреть еще раз правила проекта и выучить регламенты. Стас Новелл на таком красивом мустанге, я даже не понял, как он тут умудрился застрять, мог бы вообще выйти спокойно и подвинуть ее сам эту тачку. Ну ладно, что в таком случае делаем? А мы телепортируемся к игроку, прописываем команду слэш дл, у нас появляются параметры машины, фиксируем ID машины, и с помощью команды getcar ID помогаем молодому. Можно скрин? Конечно же можно, смотри какой пейзаж, смотри какая графика. Да еще и на такой машине. Сяп. Репортов поднакопилось. Дальнобойщик, как ты так умудрился? Прямо в реконе телепортируем машину. Все, приятной игры. Дальше репорты. О, полиция, кажется, поймала кладмана. Кстати, насчет рекона. Рекон это режим наблюдения третьего лица. И тут есть вспомогательные кнопки, допустим, слэш муд. Команда приписывается сразу на этот ID, за которым следим в данный момент. И здесь у нас имеются уже готовые бинды. Например, если я выберу капслок или оскорбление игрока. Игрок, за которым я слежу, получит блокировку. И не надо даже прописывать время, причину. Все уже настроено за админа. По сути, регламента не обязательно даже учить. Вообще бомба. А справа есть панелька для просмотра статистики игрока. Заморозить, заспавнить, дать поджопник и флип. Флип. Это команда, она переворачивает машину, а также ее ремонтируют. Команду запрещают использовать на постоянной основе, потому что в игре ремки, домкраты, плюс еще и механики. И забирать у них работу, финку, бизнесов. Ну и в целом это РП-процессы, как бы. Ну вот, например, в этом случае я помог игроку, починил его машину и перевернул. Потому что не было механиков. И сам он находился очень далеко от цивилизации. Ну а так бы он, конечно же, побежал у меня пешкариком до ближайшего магазина 2.4 на 7. Админ, ПЖ, можете дать мопед. В принципе, давайте нормальную машину ему дадим, присаживайся. СПС. Литва, босс. Э, че за фума? Какие есть промокоды? Умоляю, скажите. Промокод решеточка Литва с первого уровня активации дает голдвип и крутые тачки на первое время. Еще один игрок просит помощи. И опять водолаз. Не могут они по дорогам ездить. Админка 1-3 уровня, она примерно так и выглядит. Ты че вышел из машины? Ничего такая у него дубинка. Ой, он сейчас этим молотком еще прибьет меня. Так, это что такое? Арбуз плодов 3кг. Арбуз. Привет, привет. Сделаем скрин с подписчиком. Чик. Вот они, легенды. Слева направо. Но тут, кстати, уже админ тпкнулся. Поэтому я лишь прослежу, что он будет делать. И, как видим, помог. Достал инкассацию из воды. Даня Меньшиков. Молодец. Город может спать спокойно. Как же стать админом? В основном, это те игроки, которые писали заявления на агента поддержки. Отвечали на вопросы игроков. В общем, выполняли какую-то часть работы за администрацию. Заявления открываются на форуме. С 6-го плюс уровня. Оформляете по коду заявления и ждете обзвона. На обзвоне спрашивают основные системы, команды. Как вы ориентируетесь в GPS и какие-нибудь RP-термины. В общем, все, что могут спросить новички. Но что же спрашивают новички? Давайте вот совсем немного посмотрим. А где пополнение автосалона? Здравствуйте, XX в 15 минут. На самом деле, сходу и не поймешь, что там ответил саппорт. Где можно слить машину? Где угодно. Команда Cellcar. Когда пополнение автосалонов? Пополнение автосалонов каждый час в 15 минут. Вот здесь уже более внятный ответ на этот вопрос. Как снять номера? Car, снять номера. Почему автосалон средний не пополнился? Здравствуйте, нет информации. Ну как это нет информации, Богдан? У саппортов не может быть такого ответа. Почему не пополнился? Потому что пополняется всего лишь одна машина на салон. Определенная из всего того списка, который есть. Сколько стоит сабвуфер? 100 тысяч. В общем, по вопросам, я думаю, все понятно. 10 вопросов. Ответил на 8-9. Верно, молодец. Давай смотреть тебя на саппорте. После того, как вы проявили себя на этой должности, показали хороший актив. Это примерно 1000 ответов. Проверяют на набив. Как вы отвечаете? Есть ли у вас выговоры? И за что? Есть ли все окей? Главный администратор сервера проводит обзвон на должность модератора. Это и есть первый уровень админки. А ты когда-нибудь был админом на каком-то проекте? Также вы можете перевестись на админку сразу после успешного лидерского срока. Если вы хорошо отстояли лидерку, у вас получилось поднять фракцию. Туда входит и онлайн, и работа с составом, и в целом поднятие РП уровня. В таком случае проводится обзвон, спрашивают правила проекта, регламент. И в принципе, если вы все верно отвечаете, то я думаю, без проблем вас переведут на первый левел админки. Обязанности первого уровня. Заходим в админраздел. Ой, заслив админ.фы, надеюсь, меня никто не снимет. Много текста, который никто не читает. И вот, обязанности первого уровня. Ответы на вопросы, поддержание порядка на сервере, контроль за чатом. В основном это випчат, норма 2 часа в день и 30 ответов на репорт. В принципе, все. На этом уровне игрок полон азарта, глаза горят, готов помогать серверу следить за порядком. Давайте подытожим. Игра за админа, это уже другая игра. Здесь есть и запреты. Но когда ты всего добился, тебя больше не интересуют какие-то игровые ценности, хочется чего-то нового, ты можешь попробовать себя в роли администратора сервера. Если ты играешь в КРМП на телефоне, никогда не админил, но очень сильно хочешь попробовать, качай игру по ссылке в описании. Это была первая часть рубрики, что может админ. Мы посмотрели первый уровень, а их 10. Поэтому, если тебе понравился подобный формат и хочешь продолжение, не забудь поставить лайк. А на этом все. Всем спасибо и пока.